Добро пожаловать на Angel TV и передачу Крест-Огонь. Я надеюсь, вы благословлены передачами на Angel TV. В серии наших программ мы рассматриваем заповеди блаженства, которые Иисус произнес на Нагорной проповеди. Мы продолжаем рассматривать 9 стих 5 главы Евангелия от Матфея, где сказано «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Я верю, что когда вы открываете свое сердце, открывайте свой разум к Нагорной проповеди, Бог истинно вас благословляет. Давайте еще раз посмотрим, что означают заповеди блаженства. Блаженный нищий духом означает, что мы должны постоянно провозглашать свою зависимость от Бога. Блаженны сетующие говорит о том, что мы должны признать свою потребность в Боге. Блаженны кроткие обращены к тем, кто должен смириться. Слова блаженны алчащие правды обращены к тем, кто должен направить свой духовный аппетит в сторону того, чтобы постоянно пребывать в праведности Божьей. Слова блаженны милостивые обращены к тем, кто получает милость и оказывает милость другим. Слова блаженны чистые сердцем говорят о том, что нам необходимо обрести внутреннее очищение, внутреннюю чистоту от греха. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы детьми Божьими. Вопрос, который возникает в нашем сердце, а когда начинается в нас этот миротворец? Чтобы стать миротворцем, необходимо в первую очередь обрести мир с Богом, приобрести мир с Ним. Библия говорит, нечестивым не будет мира. Также мы должны помнить, что миротворец, он не злоречив. В послании к Римлянам 1, 29 и далее Павел пишет, что люди, исполненные всякой неправдой, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распорей, обмана, злонравия и злоречивый. Быть злоречивым – это своего рода барьер, и он очень опасен для нас. Подобные вещи могут разрушить, погубить наш дом, нашу церковь, нашу страну. Поэтому, будучи миротворцами, теми, кто несет мир, мы должны охранять свои уста и смотреть, что мы говорим. Второй фактор, который делает миротворца миротворцем. Быть миротворцем – это благородное занятие. Без мира мы не можем обрести силу. В Евангелии от Иоанна 14, 27, Иисус говорит, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Когда человек готовится к тому, чтобы отойти в мир иной, он готовит завещание для того, чтобы оставить кому-то то, что у него в этом мире было. В этом стихе Иисус делает то же самое. Иисус оставил нематериальные вещи, но то, что за деньги нельзя купить, и это мир. Иисус смог оставить нам такое наследие, потому что Он взял его, выкупил его своей кровью на Голгофе. Мир вечный. Мы можем сказать, что Он является инструментом исцеления для тех, у кого сокрушено сердце. И когда Иисус говорит, «Блаженны миротворцы», он может сказать, что Иисус, Он первый из всех миротворцев. Он проделал этот путь с небес на землю, чтобы принести мир. И Он стоит как посредник между Богом и людьми, чтобы мы примирились с Богом. Прочитаем Иисайя 58, 12. И застроиться потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Другими словами, Он тот, кто восстанавливает разрушенные стены. Он помогает нам примириться с Богом. Чтобы стать миротворцем, нужно быть способным к ученичеству, нужно быть научаемым. В Послании к Евреяме 12, 11 сказано следующее. Всякое наказание или учение в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Частью обучения миротворца является признать, что Бог должен работать в нас и принять эту работу внутри нас. Мы должны быть способны к обучению, должны быть обучаемыми. Мы столкнемся с такими ситуациями, которые помогут нам развиваться, они нас обучат чему-то и помогут нам получить необходимое снаряжение. Мы должны позволить Богу действовать в нашем сердце, потому что это поможет нам обрести мир с Ним. Я убежден, что мы не можем быть эффективными миротворцами, если у нас нет мира с Богом. Другая сфера или черта характера миротворца – это то, что он честен, он человек чести. Прочитаем 3 стих 20 главы книги притчей. Честь для человека – отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Если вы хотите стать честным человеком, то вы должны оставаться от ссоры. Нужно быть человеком чести. Нужно просто отстать от ссоры, не ввязываться в драку. Люди могут драться прямо даже до смерти. Я прочитал одну статью, где говорилось о пожилой паре, которая жила в доме престарелых. Несмотря на то, что они уже 60 лет прожили в браке, их отношения были натянутыми. Они не переставали ругаться друг с другом, даже попав в дом престарелых. Они ругались и ворчали друг на друга с самого раннего утра до поздней ночи. Директор дома престарелых пригрозил, что он их просто выгонит, если они не перестанут. Но даже после этого пара не могла согласиться на том, что нужно сделать. Жена вынесла такое предложение. Давай молиться, чтобы один из нас умер. А когда похороны закончатся, я перееду к своей сестре. Чтобы стать миротворцем, также необходимо привлекать людей, приводить их ко Христу. Людей привлекает ко Христу не проповедь, не чудеса, не пророчества, но то, что в нашей жизни демонстрирует им, что мы миротворцы. Мы разбираем стих «Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими». Быть сыном Божьим — большая честь. Почему Иисус сказал так? Он же мог сказать «Блаженны те, кто радует других людей, или которые демонстрируют любовь». Почему Иисус сказал «миротворец» и почему Он соединил это с обетованием быть нареченным Сыном Божьим? Первоочередная роль миротворца — это нести служение примирения. А главная цель служения примирения — рассказывать об Иисусе. Как Павел пишет в послании к Ефесянам 2.13 «А теперь во Христе Иисусе выбывшие некогда далеко стали близки кровью Христовой». Иисус говорит, что «если ты миротворец, то ты дитя Божье, потому что дитя Божье несет сердце Отца». Честь быть миротворцем называется «быть сыном Божьим». Однако есть люди в мире, которые называют себя Божьими детьми, сынами Божьими, но они убивают людей, оправдывая это тем, что делают это ради своего Божества. Но есть великая честь в том, чтобы быть Детем Божьим. В Евангелии от Иоанна 16.2 Иисус говорит «Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Подумайте, что если говорится «блаженный, миротворцы», то так же истинным будет и противоположное «поклятые те, кто нарушают мир». И в этом стихе, который мы прочитали, Евангелие от Монфея 5.9 «Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». «Сыны Божьи» или «дети Божьи» это значит, что нужно пережить рождение, новое рождение. Новое рождение в Духе Господнем. Никодим спросил Иисуса, «Как мне заново родиться?» И Иисус объяснил ему только от Духа Божьего. Вот почему Писание говорит, что мы в себе носим Дух свидетельства от того, что мы являемся детьми Божьими. Мы являемся детьми Божьими, и этому есть три свидетельства. Свидетельство Слова Божьего. Слово Божье приходит по вере, а вера приходит от слышания. Также мы имеем внутри себя свидетельство совести внутри нашего сознания, что мы являемся детьми Божьими. И в-третьих, свидетельство Святого Духа, который запечатлел нас как детей Божьих. В Послании к римлянам 8.16 говорится, что мы имеем внутри себя свидетельство в том, что мы дети Божьи. И Иисус сказал, «Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Если вы еще не открыли свое сердце для Иисуса, сегодня тот самый день, когда вы можете это сделать. Позвольте мне помолиться вместе с вами, а вы откройте свое сердце для Иисуса, как для своего Господа и Спасителя. Давайте помолимся. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Те, кто смотрят эту передачу, я молюсь за них, чтобы их сердца открылись, чтобы принять Тебя. Я прошу Тебя сейчас, Господь, открой их сердца и дай им премудрость и откровение. Мы приносим их перед Тобой на руках молитвы во имя Иисуса. Аминь. Пусть Господь благословит вас и сохранит. Мы будем рады получить от вас ваши молитвенные нужды. Обратитесь на Анжел Ти Ви или передачу Крест Огонь. Скоро увидимся. Пусть Бог благоден. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok